Это был 10 мая 1955 года в Праге, в гостинице «Алькрон». Я съел завтраком. Я в этот момент, помню хорошо, хотел проглотить кусок булки какой-то, которая была на завтрак приготовлена. И в это время по лестнице спустилась женщина, можно сказать, ну почти не женщина, почти видение, видение красоты и совершенства. Вот я помню, что этот кусок булки я никак не мог проглотить, как говорится, ни туда, ни сюда. Просто настолько было сосредоточено наблюдение за этой красотой, что тут же, конечно, во мне все перевернулось. У меня была только одна целенаправленность, но очень благородная – рассмешить ее. Потому что мне кажется, что в моей жизни всегда бывает, когда кто-то мне нравится, я начинаю его смешить. Вот я начал смешить Вишневскую и смешил ее 4 дня. Она очень смеялась, рассказывала все смешные истории, и, конечно, ее присутствие меня очень вдохновляло. Ну и наконец, на четвертый день Вишневская появилась передо мной, свое красивое лицо держала своими красивыми пальчиками в таком плане и говорит, не смешите меня, у меня уже масса морщин за эти 4 дня. Но я продолжал смешить, и она продолжала смеяться. Вот, ну и так получилось, что досмеялась. Первый раз я с ним встретилась в ресторане «Метрополь». Это был прием. Ну, это иностранные делегации правительство принимало. И приглашали тогда артистов не только выступать, но и присутствовать. Я сидела за столом, там были еще какие-то артисты. И вдруг появляется молодой человек, такой очень худой, с острым носом, в очках. И меня знакомят, вот, виланчериц, мстисла. В этот момент, помню хорошо, хотел проглотить кусок булки какой-то, которая была на завтрак приготовлена. И в это время по лестнице спустилась женщина, можно сказать, ну почти не женщина, почти видение. Видение красоты и совершенства. Вот я помню, что этот кусок булки я никак не мог проглотить, как говорится, ни туда, ни сюда. Просто настолько был сосредоточен наблюдением за этой красотой, что тут же, конечно, во мне все перевернулось. У меня была только одна целенаправленность, но очень благородная – рассмешить ее. Потому что мне кажется, что в моей жизни всегда бывает, когда кто-то мне нравится, я начинаю его смешить. Вот я начал смешить Вишневскую и смешил ее четыре дня. Она очень смеялась и рассказывала все смешные истории. И, конечно, ее присутствие меня очень вдохновляло. Ну и, наконец, на четвертый день Вишневская появилась передо мной. Своё красивое лицо держала своими красивыми пальчиками в таком плане и говорит, «Не смешите меня, у меня уже масса морщин за эти четыре дня». Но я продолжал смешить, и она продолжала смеяться. Вот, ну и так получилось, что досмеялась. Первый раз я с ним встретилась в ресторане «Метрополь». Это был прием. Ну, это иностранные делегации, правительство принимало. И приглашали тогда артистов не только выступать, но и присутствовать. Я сидела за столом, там были еще какие-то артисты. И вдруг появляется молодой человек, такой очень худой, с острым носом, в очках. И меня знакомит, вот, там, вилончелист Мстислав Ростропович. Ну, у меня так в одно ухо летело, в другое вылетело. Я понятия не мило, кто он такой. И имя его слышала первый раз. Я была занята настолько большим театром, что кроме этого ничего не знала в те годы. Вот. Это вот новая, подающая надежды певица. Нас познакомили. Ну, все, куда-то вдруг, наконец, длинный стол такой был. И вдруг оттуда мне... Вот он говорил, что апельсин он мне... А я говорю, что яблоко. Он мне вдруг оттуда, через весь стол яблоко так покатил. Отдал яблоко он ей, как Борис, да, в прекрасной Елене. Ну, он говорит, что это было апельсин, но это не важно. До сих пор я уверена, что это было яблоко. А буквально через две недели примерно меня вызвали в Министерство культуры. И вдруг предложение, что вот меня посылают, даже не ездят, посылают. Такая честь была для меня. В Прагу на пражскую весну. Приехали туда, и вдруг... Я пришла завтракать, смотрю. Мстислав Ростропович передо мной. Я даже не знала, что он едет туда. Ну, вот так. Я очень стеснялся, потому что я первый раз женился в Министерстве. У меня не было опыта в этом смысле. Ну, и когда мы пришли, такая пышная дама сидела за столом. Галина Павловна, значит, сказала, вот я хочу выйти замуж. Эта женщина с таким восторгом смотрела на Вишневскую, и когда она переводила взгляд на меня, у нее появилось какое-то в глазах свинцовое выражение во взгляде. То есть, она как-то так провицала Вишневскую внутренне за ее выборы. Ну, и затем, значит, Галина Павловна, Галина Павловна, как я сейчас пришли, когда, ну, на меня смотрела, давайте ваш паспорт. Я дал паспорт, она долго писала мою фамилию, и вдруг она проникла из камня сочувствия. Она посмотрела на меня и сказала, товарищ, вот что это за фамилия, даже произнести невозможно. У вас последний шанс, вот сейчас шанс, возьмите фамилию Вишневский, как красиво будет. Галя была в полном восторге от ветераны, но все-таки я покраснел, потому что я как-то не хотел. И там молчат. Алло, алло, услышали, вот тебе звонят, это тебе звонят. На карточке там написала, на программе, там, с любовью и памятью, там, кому-то, Господи, ни словам не придает значения. Два дня со мной, я говорю, что сдуешься на меня? А что ты написала? Я говорю, кому-то, вот этому. С любовью и памятью. Я говорю, Господи Боже мой, с любовью и памятью. Ну, написала. И что особенного? Я человека два раза в жизни видела. Написала. Ну, это до сих пор. Ну, что? Чего? Я тоже ревную, между прочим. Ну, да-да, я не люблю его. Его поцелуи бесконечные. Со всеми. Ну, с кем попала? Ну, висит на шее у всех. Ну, вообще, это его... Я слышу, где Ростропович, когда слышу чмоки. Вот если он после концерта... Много народу, да, в комнате где-то там... Это идет дальше, я знаю, слабо там. Это дальше он там стоит. Ну, жизнь. Вот всю жизнь. Слушай, у меня лягушки зовут. А его зовут Буратино. Он заказал очень знаменитым... У знаменитого ювелира в Испании такая вещь. Это такой кристалл. Озеро из голубого камня сделано. На вершине вот этой кристального камня сидит царевна лягушка в короне. Она царевна лягушка. А внизу, вот на этом озере, такой лепесток. И стоит стульчик, Буратино играет Ени Виланчелли. Это у меня, например, в Виланчелли футляре. Находится стихотворение Пушкина о том, что не смотри на толпу, если толпа начинает на тебя ротать для художника. Ты должен быть уверен в себе это содержание. Должен быть уверен в себе. Если ты делаешь хорошее дело, ты должен стоять на своем. Это пушкинские слова, которые, к сожалению, бездарно произнес в прозе. Но Галя мне написала от руки это. И у меня это всегда, хоть единственная бумага, которая у меня находится в Виланчелли футляре. Она говорит, почаще читай. Исписай, мой любимый, рукой. И кто прочтет? Вот, ты прочтет, иди сюда. Вот, иди, артист, иди сюда. Иди сюда. Прошли. А, хорошо. Прошли. Да. Прошли, знакомые строки. Да. Это весь мир. Ты, Сергей Семенович, написала? Я ему написала. Это переписала. Давай ему. Иди сюда. Не дорожи любовью народу. Не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд. Всех строже оценишь. Оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли, взыскательный художник? Доволен ли? Так пускай толпа его бронит, и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резкости коленит твой треножник. Как гениально. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все, ты знаешь, все у нас в России есть. А пушки на дни. А дни больше так не стало. Слез просто. Да. Положай, братцы. Ну что? Защищенность идет от убеждения в том, что ты служишь. Шостакович мне сказал, Слава, вот если вы выйдете на сцену, и вас будут кидать камнями. Не уходите. Стойте. Даже если виланчири забьют камнями, сидите. Потому что все мы солдаты, он сказал. И среди нас нет генералов. Шостакович сказал, что среди нас нет генералов. Значит, действительно их нет. Понимаете? И вот это чувство в музыке, чувство солдата, которого Шостакович во мне воспитал, вот это для меня самое основное. Поэтому я буду делать все, но если буду ругать, но я буду думать, что это хорошо, и буду убежден в этом, что хорошо, я буду продолжать сидеть, если даже меня будут кидать камнями. То, что мне сказал мой незабвенный учитель, к счастью, по совместительству гений. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть хорошие пианисты, великолепные скрипачи, дирижеры и все такое. Но такого уникального создания в музыке, как Ростропович, не существует. Я это очень хорошо понимаю. Очень хорошо это понимаю и отдаю должное. Просто преклоняюсь перед ним. Я его почитаю. Конечно, мы прожили с Галидой и музыкальную жизнь вместе. Потому что больше 30 лет я был ее постоянным партнером на фортепиано. Я очень старался быть достойным ее. Поэтому все аккомпанементы, которые я играл, я выучил наизусть. Так, давай. Все. Он начинает учить по нотам. Очки здесь. Учит. Потому что он любит играть наизусть. По нотам он не любит играть. Он должен играть на рояле только наизусть. Учит. Я говорю, ну хорошо, давай вместе петь. Подожди, подожди. Потом, потом, потом. Я говорю, слушай, давай пройдем программу. Я же должна знать, что ты будешь играть все-таки. Я учу, а ты пой. А ты пой. Я говорю, я не могу так. Вот так я бегаю по квартире, бьюсь головой об стенку от злости. Я не знаю, что. Потом, в конце концов, мы с ним ругаемся, как кошка с собакой. За день до концерта мы поем, наконец, программу. Он останавливается без конца, потому что ему еще тоже надо найти какие-то вещи свои. А ты пой. Ты пой. Не обращай на меня внимания. Не обращай на меня внимания. Да я могу не обращать на него внимания. Идем на концерт. Конечно, мы с ним не разговариваем. Это абсолютно не слабо. Он один идет. Я клянусь, в жизни с тобой еще. Вышла на сцену. Последний раз. Все. Никогда больше этого не будет. В концерты сам одеваюсь в свое платье. Встаю на выходе вся, как Мегера злая. Выхожу на сцену. Плейсменты. Ростопович начинает играть. И все забыто. Все забыто. И все вопросы, и все ответы. Вот в этом общении музыки. Он играет, я пойду. Он меня спрашивает, я ему отвечаю. Или я ему ругаю. Все в эти моменты. И восторги, и печали, и печали. И легко верные мечты. Ну вот, ну вот, опять зацепитали. Предмошной властью красоты. Это меня очень обогатило музыкально. Я стал иначе играть на велончели. Потому что общение с человеческим голосом. С этой натуральной красотой, которую Бог одарил людей. Оно, конечно, меняет взгляды и в музыке. Из-за Вишневской я пришел в оперу. Начал дирижировать в Большом театре. Во-первых, Евгений Онегин. Затем, Вольной и Мир. Я счастлив, что у нас остались. У Вишневской остался памятник ее. Остался памятник в записях. Но в которых я, так сказать, тоже был в качестве подмастерья. Так что это осталось навсегда. Как бы законсервирование нашей любовь. Остался памятник в записях. Остался памятник в записях. Что я против меня. Не меня извините меня. Мы сделали и создали свою жизнь вместе Все, что и в искусстве, и в жизни, и наши дети Это все абсолютно то, что создано нами И по разу я даже не знаю, что мы сделали Отдельно он или отдельно я Мои девочки, они похожи одна, похожи на фотографии Их очень похожи на меня Младшая дочь Елена У меня четверо детей, кстати А старшая у него вся Вся у него Даже внешние какие-то у него привычки Вот интересно, как природа передает Даже внешние привычки Вот Славина, я считаю, недостатками Поэтому скорее запоминаются Например, когда она в кухне открывает шкаф Берет там посуду Она никогда не закроет дверцу Или вилки берет Обязательно останется Вот Слава Святоть Точно, он никогда не закроет ящик Сколько говорит ему миллион раз Не поможет, и Ольга такая же И когда она моется, принимает душ Вот Растафон берет полотенце Вот так вот своей божественной рукой Вот так, и вот так он вытирается Вот так, вот так, вот так Куском, вся спина мокрая Он надевает рубашку И Ольга такая же Что это передается, я не знаю Я вот ее еще за это еще больше люблю Знаете, я вижу ее красоту Она никогда не увянет, эта красота Но эта красота имеет следы В этот момент помню хорошо Хотел проглотить кусок булки какой-то Которая была на завтрак приготовлена И в это время по лестнице спустилась Женщина, можно сказать Ну почти не женщина Это почти видение Видение красоты и совершенства Вот я помню, что этот кусок булки Я никак не мог проглотить Как говорится, ни туда, ни сюда Просто настолько было сосредоточено Наблюдение за этой красотой Что тут же, конечно, во мне Все перевернулось У меня была только одна Целенаправленность Но очень благородная Рассмешить ее Потому что мне кажется В моей жизни всегда бывает Когда кто-то мне нравится Я начинаю его смешить Вот я начал смешить Вишневскую И смешила ее 4 дня Она очень смеялась Я рассказывала все смешные истории И, конечно, ее присутствие Меня очень вдохновляло Ну и наконец-то на 4-й день Вишневская появилась передо мной Своё красивое лицо Держала своими красивыми пальчиками Вот в таком плане И говорит Не смешите меня У меня уже масса морщин За эти 4 дня Но я продолжал смешить И она продолжала смеяться Вот, ну и так получилось Что я смеялась Первый раз я с ним встретилась В ресторане «Метрополь» Это был прием Ну, это иностранные делегации Правительство принимало И приглашали тогда артистов Не только выступать Но и присутствовать Я сидела за столом Там были еще какие-то артисты И вдруг появляется молодой человек Такой очень худой С острым носом В очках И меня знакомит Вот Виланчериц Мстислав Ростропович Ну, у меня так в одно ухо Летело, в другое вылетело Я понятие мило Кто он такой И имя его слышала первый раз Я была занята Настолько большим театром Что Кроме этого ничего не знала В те годы Вот Это вот Новая Подающая надежды Певица Нас познакомили Ну Всего куда-то вдруг Длинный стол такой был Вдруг оттуда мне Вот он говорит, что Апельсин он мне А я говорю, что яблоко Он мне вдруг оттуда Через весь стол яблоко Так Покатил Отдал яблоко он ей Как Борис Да? В прекрасной Елене Ну, он говорит, что это было апельсин Но это не важно До сих пор я уверена Чтобы было яблоко А буквально через две недели Примерно Меня вызвали в Министерство культуры И вдруг Предложение, что вот Меня посылают Даже не ездят Посылают Такая честь была для меня В Прагу На пражскую весну Приехали туда И вдруг Я пришла завтракать Смотрю Мстислав Ростропович Передо мной Я даже не знала, что он едет туда Ну, вот так Я очень стеснялся Потому что я первый раз женился У меня не было Опыта в этом смысле Ну, и когда мы пришли Такая пышная дама сидела за столом Галина Павловна, значит, сказала Вот Я хочу выйти замуж Эта женщина С таким восторгом Смотрела на Вишневскую И когда она переводила взгляд на меня У нее появлялось Какое-то в глазах Свинцовое выражение Во взгляде То есть она как-то так Порицала Вишневскую Внутренне За ее выбор Ну, и затем Значит Галина Павловна Галина Павловна Как я сейчас Пришли Да Ну, на меня смотрела Давай, взял паспорт Я дал паспорт Она долго писала Мою фамилию И вдруг она проникла Из ко мне сочувствия Она посмотрела на меня И сказала Давай Вот что за фамилия Даже произнести невозможно У вас последний шанс Вот сейчас шанс Возьмите Фамилию Вишневский Как красиво Галя была в полном восторге От ветераны Но все-таки Я покраснел Потому что я как-то не хотел Вот то, что я сказал Что наша любовь Взаимное уважение Все время Крепнет Все время Мы даем какие-то поводы Для того, чтобы Еще больше уважать друг друга Еще больше любить Она все знает, что я делаю Я знаю все, что она делает И мы идем По той лестнице вверх По которой Мы контролируем себя И мы знаем, что Мы контролируем каждый свой поступок И поэтому Если мы Близки к тому Чтобы сделать ошибку Мы стараемся ее избежать Чтобы по этой лестнице По которой мы идем По жизни Не спуститься вниз А пытаться Подняться наверх Когда мы только что уехали Это был 74-й год И в 75-м, по-моему, году Папа Римский Пригласил нас к себе Он дал нам аудиторию И мы были только вдвоем Со Славой Потому что Чаще всего он принимает группами У нас он принял двоих Очень долго мы с ним беседовали Он подарил мне Такие четкие С крестом И сказал, что это вам благословение И вашим дочерям Он знал, что у нас дочери И Славе Сказал Вы сейчас находитесь На такой высоте Вы достигли так многого Что только от вас Будет зависеть Как пойдет ваша жизнь Какой вы сделаете шаг Вверх Или вниз Вы должны идти И только от вас Будет зависеть Что вы будете делать дальше Это потрясающе Это от человека только Если на высоте Чтобы не упасть Вот ты никогда не должен делать шаг вниз Только наверх Или оставаться здесь Чего ты достиг Если не можешь дальше двигаться Но никогда Не опуститься вниз Я думаю, что для каждого человека Было бы хорошо Полезно Полезно Об этом подумать Во всем Это было 10 мая 1955 года В Праге В гостинице Алькрон Я сидел Завтраком Я в этот момент Помню хорошо Хотел проглотить Кусок Булки какой Которая была на завтрак Приготовлена И в это время По лестнице Спустилась Женщина Можно сказать Ну почти не женщина Почти видение Видение красоты И совершаться Четыре дня Она очень смеялась И рассказывала Все смешные истории И конечно Ее присутствие Меня очень вдохновляло Ну и Наконец На четвертый день Вишневская Появилась